Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. 14 часов 4 минуты московское время. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ в эфирной студии Роман Шаков, Лиза Калинина и у нас гости. Друзья, у нас сегодня молодая звезда, музыкант, победительница очень многих конкурсов музыкальных Полина Богусевич. Полина, привет. Привет, Полина. Спасибо тебе огромное, что ты к нам пришла. Вам спасибо, что... Просто я не стала называть все, перечислять твои регалии, которые есть. Мне интересно вот с чего начать. Вот из того перечня, что ты уже имеешь в своем арсенале, в своем опыте, вот что наиболее важно, какие победы на каких фестивалях, конкурсах музыкальных тебе особенно дали, может быть, какой-то путь? Какую-то мотивацию для дальнейшей карьеры. Все эти конкурсы, они вот... Надо понять, и «Новая волна», и «Голос дети». Да, и все вот это вот. То есть, как бы, мне дал старт, наверное, этот конкурс «Голос дети». Но, знаете, каждый раз, с каждым конкурсом набираешься какого-то опыта, и в итоге, я думаю, если бы я вот не проходила все эти этапы до победы на Евровидении, вряд ли бы у меня вот был такой опыт, я могла бы собраться, так выйти и выступить именно на такой большой сцене, как сцена детского Евровидения. Ну, то есть, как каждый этап. Да, каждый этап собой, он за собой ведет вот какой-то этот опыт и передается. Для тех, кто не знает, 2017 год, детское Евровидение, место номер... Один. Один, друзья! Победа! Поздравляем, конечно, по душе. Спасибо большое. Ну, что еще интересно. Полина, ты же девятиклассница, ты же учишься в школе. То есть, ты настоящая... Это еще одна сенсация, да. Ученица, да. То есть, параллельно с этими успехами, уже профессиональными, крупными, ты ходишь на, хотел сказать, на пары, даже еще не на пары, а именно в классы. Да. Вот, с одноклассниками. Пропусков много у тебя, скажи? Если честно, да. На самом деле, не столько пропусков по причине выступлений, а постоянно здоровье меня подводит, и после всех концертов... Я настолько вот отдаюсь, как-то я потом прилетаю либо в Москву, либо просто прихожу домой с концерта. На следующее утро у меня температура, и я такая, мам, пожалуйста, можно я не пойду в школу? Мам такая, ну, ладно. Ну, я как бы, мама со всей душой такая, ну, хорошо, допустим. Мама сидит рядом, поэтому волнуется. Полина, что ты скажешь тем детям, которые смотрят, слушают Страну ФМ? У них, например, две школы. Музыкальная школа, общеобразовательная школа, и они говорят, что мы что-то там не успеваем. Как быть? Научи. На самом деле, всегда я считала то, что образование, безусловно, оно важно. Но для меня, мне немного непонятно тот факт, когда тебе неинтересны какие-то направления именно в образовании, тебе неинтересны предметы такие или иные, и при этом ты им больше уделяешь времени, потому что там либо так получилось, что учитель вот такой попался, либо просто у тебя не получается, ты не можешь, но ты хочешь получить хорошие оценки, и как бы, чтобы твой аттестат... Нерационально имеешь в виду. ...и там сияли одни пятерки. Да, то есть как бы уделяйте вот внимание тем предметам, которые вам реально пригодятся в жизни, и то, что вы любите. Если вы ходите в музыкальную школу, потому что вам близка музыка, и это, там, не знаю, самое главное, то, что у вас есть, пожалуйста, не забывайте, конечно же, про школу, но уделяйте именно внимание предметам, которые вам реально пригодятся. Они сравниваются на вот аттестат, чтобы у меня должны быть тебе пятерки. Это на самом деле не так важно. Слушай, смотри, вот мы уже поговорили про то, что ты участвовала в многих, да, там, всяких фестивалях, конкурсах. Вот это вот такая среда, по-хорошему, спортивная, олимпийская, где каждый в данную секунду конкурент все-таки друг к другу. Она тебя подстегивает как-то? Либо ты, наоборот, чувствуешь себя, как на экзамене, не очень волнуешься, и порой вот это волнение... И температура. И температура, да, не помогает тебе для какого-то результата, а сбивают с ног. На самом деле... Или так и так бывает. Да, на самом деле меня спрашивали, ты же уже, наверное, не волнуешься, когда на сцену выходишь? Я говорю, нет, у меня каждый раз, как в первый раз, я вот просто клянусь. Я не знаю, как так получается. Я всегда волнуюсь. Я очень всегда волнуюсь, потому что я вот эту, ну, какую-то ответственность все равно переда у Тидоре свои чувства и понимаю, что я там уже есть люди, которые считают меня своим кумиром, и которые слушают меня и, можно сказать, берут что-то с моих слов, поэтому как бы это все равно ответственность, чтобы хорошо показать и рассказать людям что-то интересное, и вообще, чтобы, ну, знаете, именно что-то хорошее. Волносится ты, понятно, а вот между другими музыкантами какие отношения? Ну, то есть... В плане, когда на конкурс едешь в другие участники? Это дружеские отношения или это, скорее, конкуренты? На самом деле, многие говорят, что в шоу-бизнесе нету дружбы. Я не знаю, как на это реагировать, потому что у меня куча друзей и тоже из музыкальной сферы... Это участники Евровидения, наверное, да? Не, на самом деле, я настолько волновалась на своем Евровидении, что даже у меня не было времени с кем общаться. Как все так, наверное, там общались? Ну, да, на самом деле, там все общались. Я ведь единственная, кто... Я сидела в номере, потом выходила на репетицию, мы репетировали, потом опять приходила в номер, репетировала свою песню. Ты не тратилась, молодец. Я не то, чтобы не тратилась, настолько меня вот трясло, что я даже не могла просто пойти и пообщаться, куда-то выйти, поговорить, погулять. Я все боялась, вдруг меня где-то продует сквозь, я заболею, поэтому я полностью сконцентрировалась на конкурсе. И я считаю, вот если вы летите на какое-то или едете на какое-то важное мероприятие... Надо расставить приоритеты, да? Да, приоритеты. С друзьями, я умоляю вас, вы еще успеете пообщаться. А вот именно такого шанса у вас уже не будет, скорее всего. Друзья, расставляйте приоритеты в своей жизни, понимайте, что для вас действительно важно. И вопросы по линии оставляйте вконтакте телерадиоканала «Страна.ФМ». У нас есть публикация, посвященная ее визиту. Также под Сапфайбер, друзья, 909-928-1-89-9. Пожалуйста, пишите. Знаете, вот как говорят, возраст не показатель зрелости. И я думаю, что Полина даже взрослому человеку даст какой-то совет. Вопрос, который пришел, как мне кажется, от преподавателей музыкальных вузов. Куда после школы? На самом деле, у меня есть... У меня есть много... Все уже расписано до 45 лет. Все уже расписано. Я очень хочу поступить на режиссерский факультет в Америке. Это пока только мои планы, но на самом деле я очень хочу. Я недавно там была и отучилась три недели на факультете фильммейкинга. Сейчас Джеймс Кэмерон так бровь приподнял, дальше нас слушает. Мне очень понравилось. То есть для меня учеба — это что-то отдельное от музыки. Если для меня сейчас это... То есть я хожу в школу, получаю только образование, и помимо этого у меня есть карьера, у меня есть музыка, моя работа. Но я не совмещаю учебу с моей карьерой, с моей работой. Но и поэтому я вот так же хочу и продолжить. То есть как бы режиссер, режиссерское, может, какое-то направление будет для меня чем-то отдельным. Что это будет? Видео, театр, музиклы. Видео, фильмы. Вот мне... Я вот снимала фильмы в Америке. Расскажи об этом, да, что за фильмы. Это было просто потрясающе. Их можно посмотреть. Лучшие три недели в моей жизни. Мне там очень понравилось. Я ездила в Академию фильммейкинга в Лос-Анджелесе. Там мы снимали на площадках Universal Studio. У нас там были ограждения. И говорили, вот, идет съемка, там никому не ходить, никому не кричать. Мы снимались с профессиональными камерами, нас и учили. И были профессиональные вот учителя, которые работали с уже знаменитостями, как там Майли Сайрус. Полное погружение. Вот они, новые герои. Майли Сайрус. Полное погружение. Как бы мне настолько понравилось. И после этого у меня именно пошло вот такое то, что я вот хочу. Мне это тоже интересно. Потому что я считаю, музыка и кино, они очень близко друг с другом связаны. Главное, чтобы на все хватало силы времени. У нас небольшая пауза, дорогие друзья. Мы скоро к вам вернемся. Будьте со стороны ФМ. Лучшие в стране. Друзья, Полина Богусевич по-прежнему в гостях у телерадиоканала Страна ФМ. Замечательная певица и будущий всемирно известный кинорежиссер. По крайней мере, этого мы тебе от всей души пожелаем. Скажи, вот ты сейчас все-таки исполнитель в первую очередь. Есть ли? Да, безусловно. И есть ли, может быть, какие-то пока черновики? Ты пишешь сама музыку, тексты? На самом деле, я в 11 лет написала песню. Конечно, не без помощи, все равно мне помогали. Но, можно сказать, большую часть я все равно проделала сама. Как бы считаю это достойной работы, но никому не показываю, так как я вот ее написала и сразу же ее записала в студии. И у меня там такой детский голос, и я почему-то стесняюсь ее всем показывать. Но при этом она у меня как такой этап, что вот, я сама написала песню, мне было 11 лет, но я смогла. Я считаю ее достойной работы для 11 лет. На данный момент не пишу сама песню. Когда она присылает демо-версии, когда вот мы хотим взять новую песню, всегда учитывается и мое мнение. И когда уже записывается песня, тоже делаем какие-то поправки. Но пока что не пишу. Может быть, в планах, но пока что сама не пишу. Ты говоришь во множественном числе. Большая ли команда с тобой работает? Кто эти люди? Да, безусловно, всегда со мной, вокруг меня это профессионалы. Я не знаю, как мне так везет постоянно. Безусловно, со мной всегда моя мама, которая даже лучше меня иногда поймет, что где лучше. Иногда лучше услышит, как я хорошо спела, учитывая то, что... Мама все слышит, да. Да, она, вы слышите, как будто она работает и поет уже сколько-то лет. Мама музыка? Мама не музыка. У меня вообще никто в семье не музыка. У меня папа единственное умеет играть на гитаре и фортепиано, но это там собачий вальс. И все. На самом деле, не знаю, как так получилось. То есть, вот просто решила я запеть. Как так получилось? А как ты пошла в музыкальную школу? Как вообще твой путь начался как таковой музыкальный? Начался мой путь... Ты учуешься в музыкальной школе, нет? Я не учусь в музыкальной школе. У меня есть дополнительные занятия с педагогами. Ну, это как репетиторство. Полин, да, ну из чего началось-то? Началось все, как бы банально не звучало, с самого детства, с детского садика. То есть, я всегда принимала участие в каких-то там утренниках, концертах. И один раз я пела на утреннике, и после этого воспитательница подошла к моей маме и сказала, вот у нее есть какой-то талант, я вижу, у нее получается. Почему бы вам не развить это, да? И мы начали это развивать, я пошла... Вот как раз-таки в детстве я ходила в музыкальную школу, и как-то вот пошло то... Меня видели, что у меня есть какие-то успехи, продвижения, прогресс. И так получилось, что мне повезло с педагогом. Ты именно петь, то есть не играла в музыкальной школе. Я умею играть на фортепиано, у меня тоже есть... У меня также есть гитара дома. Я раньше занималась, но потом, когда вот, знаете, именно карьера пошла вот вверх, можно сказать. Не до этого уже было, не до уроков. Вот когда у меня было свободное время, я его уделяла. У меня были и занятия, там, фортепиано, и гитара, и чего-то такое не было. Я и на барабан хотела пойти на ударные. Но вот сейчас, к сожалению, у меня нет времени. Конечно, все время я уделяю, можно сказать, своему главному инструменту, моему голосу и вообще развитию. Ну, в общем, пошла в детстве к репетитору, так скажем, в музыкальную школу, да? В музыкальную школу пошла, там меня заметили. И так получилось, что мне повезло. Вот нашли педагога, можно сказать, которая дала мне все. Именно в вокальной сфере. И даже не только в вокальной сфере, она меня воспитала не как певицу, а как артиста. И вся эта поддержка всегда от нее исходила. Здорово. Мы хотим заценить вокальное мастерство. Друзья, прямо сейчас в нашем эфире живое исполнение, концертный зал. У нас сейчас... У нас будут крылья сейчас, да. Да-да-да, представь композицию, что мы сейчас услышим. Это композиция, с которой я победила в прошлом году на детском Евровидении. Называется она «Крылья». Это уже как, не знаю, песня на всю жизнь для меня. Визитная карточка. Да, визитная карточка. Поэтому я надеюсь, вам понравится. Итак, друзья, приятного всем прослушивания. Полина Вагусевич, «Крылья». Прям сейчас, «Страна-ФМ». Полетели. Да, давайте. Не включили просто звук. Еще раз, друзья. Прямой эфир. В эфире «Страна-ФМ». Я не боюсь, делая первый шаг И повторяться эхом эти слова Можно еще раз сначала? Не сначала включили песню. Не сначала включили песню. Обращаемся мы к звукорежиссеру. Попробуйте еще раз. Поняла? Грути громкость. Грути громкость. Я не боюсь, делая первый шаг И повторяться эхом эти слова, эти слова И в одну вдруг сольются сто дорог Больше ты здесь не будешь одинок Я расправлю крылья За твоей спиной Станет небо ближе, если ты со мной Крылья Ты не потеряй Выше солнце вслед за мною долетай Мы все надеемся, мы все надеемся, но если мы хотим Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы все надеемся, мы все надеемся, но если ты со мной Миня, да не потеряй, выше солнца вслед за мною долетай. Выше солнца вслед за мною долетай. Выше солнца вслед за мною долетай. Это просто улет. Это просто победа. Это победа. Полина, спасибо тебе огромное, ну просто великолепно, вообще чудесно, молодец, большая, это круто. Возник вопрос, точно ли вы режиссеры, может, все-таки? Нет, на самом деле, я вот думала, получится ли совмещать это все, но в Америке главный, можно сказать, директор этой академии подошел к моей маме и сказал, у меня есть талант, потому что я вижу, у меня в голове возникают картинки какие-то, и вообще есть у меня видение, как можно там сделать то, как поставить там, не знаю, камеру. Ну то есть выстроить процесс именно в видеоряд. Да, выстроить процесс, и он сказал, одно другому не мешает. Полин, скажи, как часто подходят тебе люди и говорят, что у тебя есть тот или иной талант? Вот в детском саду подошли, значит, здесь подошли, что-то может быть... Кто-то подходит к маме, а не ко мне, почему это происходит? Хорошо, к маме, может быть, кто-то еще подходил? Ну-ка расскажи, друг, что-то есть еще, что тебе очень интересует? Сейчас немного нескромно это показаться, многие мне говорили, что у меня есть талант, и мне ни в коем случае нельзя его как бы не потерять, а вот забросить его. Это какой? Это, ну и вокальный вообще, то, что у меня есть, как у артиста, ну вот какая-то такая предрасположенность, что я могу вот зрителю полностью передать какие-то свои чувства, эмоции. Человек-искусство. Эмпатия такая развита. Друзья, у нас небольшая пауза сейчас, мы вскоре вновь будем с вами. Друзья, Полина Богусевич, певица, у нас по-прежнему в гостях на Стране ФМ, в программе «Лучшие в стране». Мы знаем, что вот это большая веха в жизни певицы Папета на детском Евровидении, а что же со взрослым Евровидением? Вот тут вот как бы... Очень многие задавали этот вопрос. Ну конечно же, это же вот как бы... На поверхности. Я честная, я не знаю даже, как на это отвечать. И вот когда меня спрашивают, а ты вот не хочешь уже Россию представлять на взрослым, ну да, это неправильно, просто очень не хочешь. Ты знаешь, юношеская лига, понимаешь, взрослая. Тут же другая история немножко. Как я уже говорила, то что я всегда себя вот пугаю тем, то что я говорю, вот это слишком сложно, это как-то слишком ответственно для меня. И вот я именно боюсь какой-то такой ответственности, что она вот будет лежать на моих плечах, и я не знаю, что я с ней не справлюсь. Ну там же, смотри, во-первых, это музыка, которую ты обожаешь. В Америке подождут с режиссурой, там все нормально, там у тебя есть договоренности. Музыку ты любишь, правильно? Да. Песни ты любишь, поешь ты великолепно. Спасибо. Поэтому мне кажется, ну, мама рядом, психологи рядом, вся страна будет с тобой, Полит. Психологи рядом. Просто вот мне недавно написали фанаты, мои подписчики, я с ними общаюсь. Сама общаешься или есть? Да, я общаюсь. У нас уже два года есть группа, в которой вот когда туда люди пришли, можно сказать, и начали там общаться, сейчас, как они мне сказали, они все уже лучшие друзья. Я просто в шоке. Ты всех подружила? Понимаете, люди там в этой группе на человек 40-50, и все, они два года без остановки общаются. Я захожу через день в эту группу, и у меня там, ну, 1020 сообщений, наверное, выходит в этой группе. Я просто не понимаю, что они могут там обсуждать. И постоянно меняется, именно вот это название беседы меняется соотносительно с моими какими-то успехами. Сначала Полина Богусевич, национальный отбор на детском Евровидении, потом Полина Богусевич, представитель России на детском Евровидении, потом победительница. На вас новый дайджест такой. Да, да, да. И люди болеют, ну да приятно, конечно. И, во-первых, следят, что это популярно. Да, и вот мне посоветовали морально подготовиться к этому конкурсу. То есть этот конкурс сложен не тем в плане там вокальной конкуренции, безусловно, но он сложен морально. То, что вот на тебя возлагают такую ответственность, и немногие могут именно саму себя вот перебороть изнутри и сказать, да, я справлюсь с ним, потому что вся страна... Ну а что тебе помогает вот так справляться? Ты же говоришь, я переживаю все время, вот постоянно перед каждым каким-то большим... Да, чтобы не сжечь нервную систему, чтобы не перегореть перед выходом. Какие-то у тебя есть традиции? Нет. Ритуальчики? Нет. Ничего, просто идешь и делаешь, да? Я переживаю и... Переживаю до конца! Нет, нет, у меня есть, что я обычно делаю перед сценой, но это не помогает мне как-то уменьшить волнение. Это просто как... Я знаю, если я это сделаю, то я просто буду более-менее спокойна. Вот так. А вообще с волнением никакими путями, как я не пробовала, я не могу расстаться, постоянно я волнуюсь, постоянно меня трясет, и просто люди на меня смотрят. И я вот была на Евровидении, на детском, выступала сейчас на финале 2018 года, и я стояла за сценой тряслась, и мне вот оператор ходит и говорит, я сам аж начал волноваться, я здесь просто стою, но меня уже трясет, потому что ты рядом стоишь и что-то вот так вот боишься. Потому что ты эмоции передаешь людям. Да, да. Но при этом я выхожу на сцену, и я себя чувствую, знаете, как дома, так. Ну классно. Мне уже вообще не парит. Ну да, на сцене на самом деле мне тоже всегда легче, чем вот перед вот это вот состояние. На самом деле, если раньше, когда я была маленькая, я выходила на сцену, и для меня мир как замирал, то есть как бы была вот я и публика, то и как бы волнение уходило прям сразу же, как только я выйду на сцену. Но сейчас волнение продолжается примерно, ну вот первые секунды песни оно есть, потом уже, когда я немного и вхожу в темп, и вот в мелодию вот в это все окунаясь, можно сказать, она волнение уже уходит. Слушай, ну вот смотри, ты отличная вокалистка, исполнительница и так далее. Но ты же понимаешь, что успех как бы музыканта как такового еще в том материале, который, ну вот есть, да, что много классных голосов как таковых. Нужны хитмейкеры. Нет, да, нет материала хорошего, то есть ты вообще об этом, ну как бы задумалась, понимаешь? Ну я хочу сказать, у меня все в школе поют, я расправлю крылья. Я помню, когда с Победы прилетела, я просто сижу в классе на уроке. На математике. Допустим. Да? Да. На математике. Как мы уже делаем, так. На математике мы сидим, просто нам обсуждают какую-то тему, там, не знаю, линейные функции, и тут просто кто-то начинает дико орать мою песню за дверью. Крылья. Да, крылья такой, и самое главное, просто с таким божественным вокалом, что у нас просто вот так вот все мы свернулись аж в классе. Ну, просто постоянно все поедели расправлю крылья, это вот как, знаете, вот уже как, я не знаю, такое... Ну это да, надо же и дальше. Да, надо продолжать, безусловно, и будут еще хиты, и я надеюсь, как бы, это все меня вот уже ждет в ближайшем будущем. Мы сейчас тоже сделаем паузу, но паузу не простую, а музыкальную. Итак, друзья, внимание на экран, делайте приемники погромче. У нас сейчас еще одна работа, которая называется «Я не один», и мы о ней поговорим уже после того, как ее посмотрим и слушаем. И кое-кто присоединится к нашему разговору. Будет интересно, да. Да. Постой, держи меня за руку. Мне страшно, что там будет, не видно, я пытаюсь понять. Постой, а если не узнают, так иногда бывает. Не страшно, я хочу быть собой. Первый шаг не увидит мама, почему видно ей одной. Попрошу крикам в одеяло, я хочу домой. Я не один, сквозь свои метели, лечу своей цели один. Не один, не один, я стану очень сильным. Мечты мои наивны, но я не один, один. Я здесь, касание-то дрожит. Мы так с тобой похожи, в тумане я пытаюсь понять. Я здесь, но криковы не слышно. Мне больно, но так вышло. Кто прозвешь время, дашь разобрать? Нет вины моей, знает мама. Жизнь расставится, но потом. Я прошу крикам в одеяло. Хоть во сне постой. Я не один, сквозь твои метели, лечу своей цели один. Не один, я стану очень сильным. Мечты мои наивны, но я не один, один. Первый шаг не увидит мама. Почему видно ей одной? Попрошу крикам в одеяло. Я хочу домой. Я не один, сквозь буря и метели, лечу своей цели один. Я не один, я не один. Сквозь буря и метели, лечу своей цели один. Я не один, я не один. Лучшее в стране. Дамы и господа, продолжается программа «Лучшее в стране». У нас в гостях сейчас не только уже Полина Богусевич, но и присоединился еще один творческий человек. Певец, композитор, музыкальный продюсер Зариф Норов. Зариф, привет. Привет, привет всем, здрасте. Итак, ребята, ну вам слово, рассказывайте, что мы сейчас увидели. Это же не просто клип. Клип, песня, рассказывайте. Да, это такой прям целый маленький фильм. Фильм, да. Я вам всем говорю, это как короткометражный фильм. Столько сил у него, конечно, ушло. Но это, наверное, Зариф лучше знает. Да, Зариф, рассказывай нам. Хорошо, давай тогда я расскажу. Во-первых, я хочу поблагодарить телерадиокомпанию «Страна.ФМ» за поддержку. Спасибо вам огромное, потому что мы отважились затронуть такую тему, немаловажную и очень острую, как детские дома и дети оставленные. Вообще сиротство. Да, вообще проблемы детей, которых оставили. И, соответственно, в интернете сейчас серьезный ажиотаж по этому поводу. Люди обсуждают, смотрят. Отклик очень хороший. Песня твоя, давай скажем. Да, это песня моя. Идея, собственно, песня без клипа, как бы она не могла быть. Изначально, когда это все придумывалось, параллельно я писал песню, параллельно сценарий на 11 листов. Было много разных вариантов. Как это все должно выглядеть. Да, 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 было все расписано. Ну, я не профессиональный сценарист, но я составил историю, из которой потом мы собрали команду, и люди довели эту историю до короткого сюжета, потому что у меня сценарий оказался там на целое кино получился. Сериал. Да, и мне было жалко каждую секунду выбирать. Но тем не менее, вроде получилось понятно и внятно. И очень приятно, что люди откликаются, что люди реагируют. И здесь огромная заслуга Полины, потому что песня ждала своего исполнителя. Три года, где-то три года лежала песня. А, да, то есть это так? Да, эта песня была давно написана. Давно написана, и ее нельзя было спеть просто так. Ну да, конечно, когда Полине было 12, она еще была не готова спеть. Да, и видимо звезды сошлись, потому что много очень отзывов конкретно по поводу голоса Полины, про то, что она передала каждую эмоцию, каждую чакру. И мы старались все это делать честно, по-настоящему. Вот Яна Поплавская на пресс-конференции сказала, что отклика не бывает, если ты пытаешься людей обмануть. Ну, как бы невозможно. Фонд Яна Поплавская поддерживает, да? Фонд Яна Поплавская поддержал нас и был с нами на пресс-конференции, посвященной, собственно, выходу клипа. И она сказала хорошую фразу о том, что людей невозможно обмануть. Ну, то есть, либо это проходит фоном без реакции, либо это цепляет. И мы сейчас наблюдаем, что это цепляет, и это нас очень-очень радует. Ну, здорово. Как вас можно поддержать? Лайки в интернете, просмотришь, что расскажешь? Достаточно. Спасибо, во-первых, огромное тем, кто уже посмотрел и рассказывает об этом своим друзьям. Это на любой интернет-площадке, YouTube, где угодно, в поисковике, вбивайте Полина Бугусевича «Я не один» и смотрите клип внимательно. И совсем скоро на всех цифровых площадках, включая iTunes, Google Play, Яндекс.Музыка. Вот это тоже работает. И сделано, можете скачать эту песню. Так как, как Зарев уже сказал, именно без клипа этой песни, наверное, бы не было. То есть клип подразумевает как раскрытие полностью этой истории, такой душеразрывающей. И при этом мы хотели вот сначала представить клип, чтобы люди окунулись в эту историю, а потом могли именно, как, получается, просто удовольствие слушать саму песню, как само исполнение. Ну, получается, как саундтрек из вот этого маленького, серьезного фильма. Как саундтрек, да, как саундтрек. Знаете, вот как из фильмов слушают, скачивают песню, вот так же из нашего маленького фильма тоже люди скачивают. Ну, тема национальный, вот это вообще удивительный факт. Я не знала, что, оказывается, песня три года ждала. То есть она такая уже выношенная. Вся идея была сформирована, просто в течение трех лет мы все сомневались. Ну, как-то не было момента, да, какого-то? Да, мы сомневались по поводу истории, потому что она была немножко острее, немножко социальнее, более с уклонным на жесткость и так далее. Потом все-таки... На жестокость, да. Да, да, мы убрали жесткие моменты, более-менее сгладили, показали чистую историю человека. Собирательные образы каждого из персонажей получились у нас. Ну, я думаю, что общество услышит и сделает необходимые. Спасибо вам. Мы очень надеемся. И уже показатели говорят нам о том, что люди это смотрят и об этом говорят. И это очень важно. Значит, мне бы хотелось вот что от вас услышать. Зариф пишет песни, ты певица. Будет ли еще что-то совместное? Какой-то тандем такой творческий. Ну, надеюсь, что, конечно, будет. Да, я думаю, что... А может быть, у него уже три года еще какая-то песня лежит? Давайте спросим. Нет, к сожалению, такие... Такую песню невозможно написать под заказ или как-то... Ну, вдруг... Она приходит, да, с вдохновениями. Это такая история о наболевшем. С этой мы поняли, да. А дальше, ну, я с удовольствием. Просто здесь это тоже не работает. Как химия состоялась уже, в общем-то, какая-то определенная. Я надеюсь, что, может быть, все вероятно. Мы не обязательно песню. Мы сейчас собираемся работать вместе. И вообще есть планы на следующий год. Давайте-ка о планах, потому что год-то заканчивается, 18-й, впереди 19-й. Вот следующий год я планирую провести больше, можно сказать, какого-то вот контакта со своей аудиторией. Это фан-встречи, какие-то мини-концерты. И тоже в планах какой-то более-менее серьезный концерт. Уже сольный, потому что у меня никогда в жизни не было сольных концертов. Всегда я вот пела как приглашенный гость. Или вот уже шестой год работаю в оркестре фонограф. Тоже симфоджаз. Симфоджаз. Сергей Сергеевич. Сергей Чирилин, который увидел меня совсем еще маленькую на голосе, можно сказать, забрал под свою опеку в свой оркестр. И вот я уже давно с ними работаю. И это дало мне опыта работы именно с живым бэндом. Под минусовки, конечно, петь классно, но не все могут петь под живой бэнд. Не все могут петь и под фонографом симфоджаз. Тебе повезло. Да, и это именно, вы знаете, такая гармония между артистом и людьми, которые вот аранжировкой, вот это вот все. Я не знаю. Слушайте, ребята, вы, надо сказать, Зарев тоже такой опытный, музыкант, певец, композитор, но и певец, исполнитель сам. Вот у нас не так много времени остается, у вас все равно уже свой путь такой творческий, интересный. Вот какой вы можете дать совет на путствие людям, когда что-то не получается, не идет, ни песня не идет, кто-то критикует, ругает, ну сталкивались же с этим по-любому. И вот сейчас пережили, и песня своего момента дождалась, и работа вышла. Я бы сказал так, не бесполезно в любом случае всегда сомневаться, то есть сомневаться — это нормальное состояние человека, особенно талантливого человека, это нормально. То, что что-то не получается, ну есть куча историй, где у людей получается с сотого раза, а то и с тысячного. Это честно, как мы в студии эту песню записывали. Да, то есть это все процесс, если вам это действительно интересно, и вы вкладываете в это все свои силы и души, вы не останавливаетесь. Просто не останавливайтесь, делайте, слушайте советы, слушайте критику, но шагайте вперед и делайте, и доводите до конца каждую историю, которую вы задумали в своей голове. То есть если вы пишете песню, допишите ее и выкиньте, если вам не нравится. Но доделайте. Спасибо, ребят. У меня совет. Если вы, можно сказать, там, поете, пишете песни, вот все вместе как-то пытаетесь свое творчество какое-то вложить, допустим, ну из результата в итоге такие отзывы, как, ну вот у тебя не получается, зачем ты это все делаешь. Да, стой вообще, говорят, допустим. Да, ты должен сам для себя понять, а нужен ли тебе результат или тебе важен сам процесс. Может быть, тебе не надо писать песни и потом их исполнять. Может быть, ты напишешь какой-то мега-хит, и потом этот человек с этим хитом станет мега-звездой. И то есть как бы все равно... Короче, ты ждешь продюсера и композитора. Надо искать какие-то вот плюсы. Но при этом, я считаю, если у вас не получается, и вы сами в себе в глубине души понимаете, у меня не получается, но я не готов бороться за это. Я не готов доводить это до конца и вообще как-то с этим связывать свою жизнь. Так зачем? Я считаю, это должно исходить именно из себя. Когда это рвение. И вот именно такая мотивация, что я уверена, что у меня должно получиться. И не важно, что мне говорят люди. Мне вообще все равно. Я буду делать, пока у меня не получится, пока меня не одобрят. В данной ситуации люди говорят огромное спасибо. Спасибо за песню, спасибо за мотивацию, спасибо за творчество, ребята. Спасибо вам огромное за поддержку. За репторов Полина Макусевича. Друзья, до встречи. Пока. Лучшее в стране.